В России обнаружили глубинный народ. 24 миллиона россиян, или почти каждый третий трудоспособного возраста, не работают, либо получают зарплату в конверте. Потенциальный доход эксперты оценили в 12 триллионов рублей в год, но налоги они не платят. В чем причина? Они либо не работают, либо получают зарплату в конверте. Пенсионный фонд России сообщил, что получает данные о страховых износах и трудовом стаже от 54 миллионов россиян, пишет известие. При этом, по данным Росстата, трудоспособного населения в стране более 80 миллионов, если вычесть официально зарегистрированных безработных и неработающих инвалидов, остается 24 миллиона трудоспособных россиян, которые живут тайной для государства социальной и экономической жизни. Их потенциальный доход оценивается примерно в 12 триллионов рублей, аналогии и другие обязательные платежи в составе либо третьей доходной части годового бюджета России, комментирует публицистка у министра бизнес-фм Семен Новопрудский. В России как минимум два года государство пытается активно бороться с так называемыми самозанятыми и вывести их из тени, но при этом не очень представляет, сколько таких людей в стране. Президент со временем говорил о 30 миллионах, Росстата 15 миллионах, но вот появились новые данные. Понятно, что большинство этих людей живут в теневой экономике не по своей воле, скорее, это следствие невозможности найти легальную работу. С другой стороны, постоянно ведущиеся разговоры о том, что россияне и отношения в государстве, в общем, не находят подтверждения в реальности. Это, конечно, убедительствует о том, что государство не создает для людей достаточных условий, чтобы они могли достойно зарабатывать в легальном секторе. Эти люди в каком-то смысле своим экономическим поведением выносят в отум недоверие государству. Есть и другая проблема. В свое время, когда в России проводилась монетизация льгот, пенсионный фонд в течение полутора лет не мог почитать точное количество пенсионеров. То есть, вообще, даже сама по себе статистика пенсионного фонда тоже вызывает некоторые сомнения. Семен Новопрудский. Правда, в этих подсчетах не учтены такие категории граждан, как, например, студенты или неработающие многодетные матери. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшая Георгия Стопкович считает, что вести исчисление от 80 миллионов граждан не совсем корректно. Исчислять надо из 72 миллионов. Остальные 8, даже потенциально неработающие, это и инвалиды, и люди, которые, я не знаю, по религиозным мотивам не работают, они и не будут работать. Они не получают практически доход, но, может, ограничиваются разовыми выплатами. Например, художник, если ему удастся реализовать картину. И все равно у нас 16-18 миллионов человек фактически остается за пределами не только статистического, но и налогового наблюдения. Если только взять 13% НДФЛ, которые они не платят, и процентов 15% по социальным, страховым, пенсионным взносам, это получается 30% мы не получаем налогов. 10 триллионов – это 3 триллиона рублей. Это сочинская Олимпиада со всеми мостами, стадионами, дорогами. В принципе, у нас не работать может каждый человек. У нас есть право на труд, но у нас нет принудительного труда. Но ведь миллионов 16 не видят тех, кто зарабатывает, тех, кто получает доход. Вот в чем проблема. А не в студентах и не в многодетных матерях. Георгий Остапкович, два года назад Татьяна Голикова, будучи тогда еще главой счетной палаты, заявила, что почти 14,5 миллионов человек не уплачивает налоги со своих доходов. По данным Ранхикс, примерно 30 миллионов россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход, и 21 миллион человек в России один или два раза в месяц получают деньги в конверте. Как сообщили известием, в Роструде с 2015 года было легализовано свыше 8 миллионов работников, а теневой бизнес, по данным Высшей школы экономики, занимает 22-23% экономической деятельности в стране.